Как радоваться встретив Стражника? Это зависит от того, насколько ты находишься в объединении с товарищами, и то, что вместе с товарищами ты преодолеваешь. Ведёшь войну с помехами. Когда эти помехи могут быть в виде неживой, растительной, животной, природы, в виде людей, помехи могут быть внешние со стороны людей или разных событий внешних, или более внутренние, от отношений между людьми, от связей между людьми. Ну, в общем, это те же самые помехи, которые хотят подтолкнуть вас к царским воротам. Помехи отталкивают вас, не позволяют войти туда, чтобы вы не вошли с ним в контакт. А в этом ваша работа — быть всё-таки сильными. главное усиление — это во вместе. Мы не можем. Никто из нас не герой. Никто. А всё геройство в том, что вы можете создать между собой объединение. И вот в этом объединении между вами вы можете победить любую помеху. Абсолютно любую помеху. А не кулаком каждого из нас, а вот как объединившись всё вместе, это можно назвать кулаком. Поэтому только правильно обнаружить это, правильно это понять и почувствовать. А это очень серьёзная проблема, потому что мы не привыкли в нашей жизни быть соединены так. И так себя сформировать, когда каждый — ноль. Но когда соединяемся, то между нами раскрываются силы, и вместе с ними мы можем бороться. Творец считается только силами, которые мы формируем в связях между нами, а не в каждом из нас. Никто из нас не герой. Наоборот, будет раскрываться всё больше то, что каждый из нас очень слаб, причём всё больше и больше. Чем дальше мы движемся вперёд. Но когда мы объединяемся, то само объединение становится всё сильнее и сильнее. И вот на это нужно обращать внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok